Выпуск начнем с хроника дичалых, потому что эта неделя настоящий инфернальный прорыв, причем с двух сторон. Начнем с военпаханавсия лаптиканды господина Пригожина. Не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК Вагнер на порно-сайтах, это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен. И в этой рекламе говорится, иди воевать в ЧВК Вагнер. Хватит дрочить. Кто не согласен с этим доводом? Отвечаю, кто не согласен. Во-первых, порнхаб. Во-вторых, бывшие клиенты этого ресурса, которые как раз вернулись из-под Бахмута. После работы артиллерии и минометов в ЗСУ, они четко делятся на четыре категории. Первая категория не может это делать ногами. Вторая категория понимает, что есть руки, но их не к чему приложить, потому что пипиську разметало по позициям. Третья категория отчетливо понимает, что командная работа с братом по оружию сглаживает нечетное количество органов, а специальная литература творит чудеса. Ну и, наконец, четвертая категория. Это когда все на месте, но посттравматический синдром и хочется смотреть на порнхабе исключительно ролики с Пригожиным в разделе Садомаза Арматура. Теперь о самом креатере. Как и все в Лаптиканде, Пригожин начинался с тревожного барабанного боя и образа Бармалея. Потом он превратился в Евгения Правдоматкина в режиме «Слуга-царю, отец-сидельцев». На пике Пригожин начал отбрасывать тень с короной, а затем скатился к знаменитому пелевинскому «ты либо клоуну пи***сов, либо пи***су клоунов». Как верно заметил наш спецкор на удаленке, билетрист-террорист Гиркин думали, что заменит Путина, а он решил заменить Жириновского. В это же время, по некоторым данным, поголовье ЧВК «Вагнер» сократилось с 40 до 7 тысяч голов, а доступ к новым биороботам с зоны закрыт. Теперь «Вагнеру» пришлось выйти на реальный рынок труда, где за добровольцами гоняются другие ЧВК. Расходы растут, пополнение задерживается, последняя надежда на Парнхаб. По ходу превращения Пригожина в шута, я все больше верю в историю итальянской прессы о том, что всероссийский клоун и алкоблогер Дмитрий Медведев таки заказал бойцам ЧВК «Вагнер» министра обороны Италии Гвида Крозетта. По версии журналистов, Медведев мстит за военную помощь Украине, но я уверен, что 15 миллионов кровно наворованных евро-долларов Димон тратит по личным мотивам. Медведев под санкциями и больше никогда не попадет на родные виноградники в поместье в Тоскане. Теперь только Валдай, Байкал и таежиные комары размером с вертолет. Вообще заказать влиятельного человека в Италии, которое знаменито своим уровнем заказывал, это очередное проявление слабоумия и отваги атомного мопса. Если бы был жив Марио Пьюза, это автор «Крестного отца», мир бы наверняка увидел очередной бестселлер с названием «Русская вендетта». У меня, конечно же, есть набросок сюжета. Ну вот, например, Пригожин, переодетый в соблазнительную русскую проститутку, в сопровождении куратора из ФСБ Гиркина летят через Стамбул в Рим. В целях конспирации Гиркин снова сбривает себе брови, но обгорает не по конспиративным причинам, а на солнце по вполне тривиальным русским причинам. Заснул днем на пляже после бутылки водки. По легенде, ветеран разведслужбы летит в медовый месяц с ветераном стропонов. Оружие они провозят в буханке черного хлеба. Это пистолет Маузера и штык от винтовки Бердана образца 1890 года. В аэропорту их встречает аташе по культуре из русского посольства, который при встрече на русском голливудском воспрошает, привезли ли молодожены с собой славянский шкаф. Отзыв на пароль? Да, он в багаже вместе с икрой и соболиной шубой для Берлускони. В этот момент троица еще не знает, что за ними следят комиссар Катани, Люка Брази и итальянский спецназ Нокс, который всегда выгодно выделяется из толпы невероятно элегантными бронежилетами от Валентина. Дедушка Гвида, дон бритва Крозетта, никогда не любил рисковать, но очень любил внука. Он легко относился к делам серьезным и очень внимательно к пустякам. Поэтому девушка-официантка в московском ресторане была неуловимо похожа на Монику Белуччи в молодости. И пока медведев таращился на обворожительный уголок чулка в скромном разрезе ее платья, в граненый стакан водки Финляндия перекочевала изрядная доза крысиного яда. Особый шейх заключался в том, что яд был подсыпан из знаменитого фамильного перстня Чезаре Борджио. Он был не меньшим произведением искусства, чем девушка-отравительница. Золото наивысшей пробы в сочетании с пятью крупными алмазами рубинового цвета. Особый стеб ситуации заключался в том, что на картине в главном зале Дворца Димона в Тоскане висела картина с изображением Чезаре именно с этим перстнем. Нетрудно догадаться, что Моника была украинской сотрудницей ГУР Ксюша Манекен 007. Оттуда и медалька. Если честно, я реально считаю, что с таким сюжетом Оскар за 2023 год будет нашим. Но есть ли у меня хорошие новости для одичалых? Есть, Мозамбик отменил визы для лаптиканды. В Мозамбике как раз разворачивается мусульманское восстание с целью создания исламского государства, которое будет жить по законам шариата. Для одичалых, которые любят, чтобы порядок был, а за смуту побивали камнями, Мозамбик выглядит прямо раем. Тем более, что по основным показателям одичалы и сторонники шариата очень близки. 70% мозамбийцев живет за чертой бедности. ВВП на душу населения 400 долларов. Зато на берегу Индийского океана. И между Воронежем и Мапуту, это столица Мозамбика, я выбираю последнее. Но не все поедут в Мозамбик. В мире еще достаточно хороших русских, которые не смирились с тем, что Кабаев превратил фантастически непобедимую лаптиканду в государство, не способное отстоять бутерброд по имени Крым и выполнить главную цель СВО – захватить оба берега реки Бахмутки в городе Бахмут. Год захватывает, но разгорается все больше именно в РФ. Сегодня возникшие пограничные температуры воспламенили пограничное управление ФСБ в Ростове-на-Дону. Совпадение? Не думаю. Для борьбы с диктатурой хорошие русские решили запустить магазин мерча с футболками «No Putin, No War». Это была отличная идея, пока кто-то из подписчиков не задал вопрос, а как эту футболку носить в лаптиканде, ну если не под фуфайкой. На что команда Навального ответила, что доставка в Россию не производится. И тут я понял, зачем на самом деле этот мерч производится. Это магический оберег для дичалых, которые сбежали из лаптиканды, но не хотят прохватить волшебных пендалей в странах, которые опрометчиво их приютили. С другой стороны, даже такой протест лучше, чем делать вид, что ты приехал в Барселону, потому что давно мечтал полюбоваться шпилями Саграда Фамилия. Честно говоря, я в ужасе от того, до каких тварей дрожащих довели себя северные соседи. Автозак и реальный срок за футболку с призывами против войны. Это лучшая иллюстрация того, почему мы дважды выходили на Майдан и каждый день сражаемся за свою свободу. Кстати, по мерчу от команды «Украина в огни». За вчерашнюю ночь фанаты проекта раскупили весь тираж. Мы срочно дозаказываем новый и очень признательны вам за поддержку. Через недельку вас ждут новые сюрпризы от нас. Еще я хочу обратиться к Сергею, который прислал деньги, выбрал бейсболку, но кроме своего имени не оставил больше никаких контактов. Возможно, Сергей слишком знаменит, но мы вас обязательно найдем. Этим займется наша злочинная панда. Остальные, пожалуйста, не забывайте не только прислать деньги, но и укажите ваши контакты, телефон или почту. Теперь про встречные инфернальные процессы. Вы уже знаете, что 29 марта промосковские попы должны телепортироваться с территории Киево-Печерской лавры. Исход русской скрипы ожидаемо сопровождается традиционными псевдохристианскими чудесами. Оказывается, в свое время иерархии МПЦ крепко посрамили Центр политических исследований Разумкова и предвыборный штаб Петра Порошенко, потому что Бог услышал их молитвы и открыл имя будущего президента. К сожалению, батюшка не открыл нам, как Бог подал знак. Торт Рошен ночью превратился в мацу? Так этот знак мог бы только запутать. Не, это не подходит. Исцеление тещи апостола Петра? Тоже не подходит. Как Господь подал знак, что это будет Зеленский? Имейл, флешка Гордона, картинка эмодзи в Вайбере. Зато батюшка рассказал, что звонил другу Зеленского Михаилу, и тот передал, что если правда, то кандидат обещал даже покреститься на радостях. При этом я уверен, что в то же время другой батюшка звонил другому кандидату и сообщал, что видел того идущего по набу Исапу Акипосуху, ибо снова выберут его царем земным и повелителем не только Печерского, но и окружного апелляционного страшного суда. И волки будут целы, а овцы будут сыты. В общем, потребовали батюшки от Зеленского не обижать их и не телепортировать. Но не зря сказано, не пропоет петух сегодня, а русские попы отрекутся от тебя трижды. Объясняю. Параллельно с угрозами, чудом и восстанием прихожан, батюшки приступили к ветхозаветному Ипсо. Начали распространять слухи, что на храме Кивопечерской лавры потемнели кресты. Естественно, из-за того, что там проводят богослужения представители Православной Церкви Украины. Разумеется, Ипсо с треском провалилось, потому что лавру фотографируют тысячи людей каждый день. И по фоткам видно, что кресты не темнее обычного. Зато всем стало очевидно, что это потемнели не кресты, а хвосты московских попов. За фотопруф я в очередной раз благодарен художнику Георгию Ключнику. Предвосхищая обвинения в притеснении христиан, еще раз повторю, каждый христианин в Украине также является гражданином Украины и должен соблюдать украинские законы. Если государство приняло решение разорвать аренду, то пора на выход. И единственное исключение я бы сделал для мистических старцев, которые одним крестным знамением могут Хаймарс превратить в Атакамс, МиГ-29 в Ф-16 или на крайняк Саранчу в армию дронов. Тут бы, думаю, и Министерство культуры передумало, и покрестились бы все по два раза. На этом все. Выдавился проект «Украина в огне». Памятайте про то, что империю будет руйнована. Слава Украине!